Флагфильм и Жан-Франсуа Лепти представляют При участии Франц Телевизион Планет Плюс и РТБФ Январь 2007 года С музеем Холокоста в Вашингтоне связался бывший офицер Американской армии, находившийся в Германии В конце Второй мировой войны В 1945 году в заброшенной квартире во Франкфурте Он нашел альбом с фотографиями Эксперты музея берутся изучить альбом В котором содержится 166 снимков Сделанных с мая по декабрь 1944 года Они признают ценность альбома Где имеются фотографии ключевых фигур Эсэсовского командования Свенцима Например, в приятные моменты отдыха В шале неподалеку от концлагеря Экспертам удается опознать владельца альбома Карл Хёкер, офицер СС, получивший повышение С назначением на пост адъютанта коменданта лагеря В мае 1944 года Он присутствует на большинстве снимков Фотографии были сделаны во время массовых депортаций Венгерских евреев в Освенцим, когда их уничтожение достигло апогея Еще одно доказательство – другой альбом Альбом Лили Он назван по имени выжившей узницы Нашедший альбом в бараке лагеря Дора И хранивший его 35 лет Альбом из 193 фотографий На которых виден отбор евреев В мае 1944 года для уничтожения Затем их отправка в газовые камеры и крематория Первый снимок в альбоме Карла Хёкера Датирован 25 мая 1944 года Днем прибытия Хёкера в Освенцим Депортированная Лили Якоб Прибыла в этот лагерь на следующий день 26 мая Таким образом, фотографии в этих альбомах Сделаны в одно время На одном из снимков в альбоме Лили Мужчину, стоящего на платформе спиной к камере Несколько свидетелей опознали как некого Эмериха Хёкера Используя новейшую аппаратуру Специалист по графике пытается доказать Что Эмерих Хёкер на самом деле Карл Хёкер После долгих вычислений Компьютер подтверждает Что их рост метр семьдесят пять Фигура, ширина плеч и длина ног идентичны Карл Хёкер, отбирающий будущих жертв На платформе в Освенциме И есть связующее звено между альбомами В одном из которых палачи В другом — жертвы Внешне напоминающие друг друга Сделанные в одном месте Вероятно, одними фотографами Эти альбомы стали одним целым Два облика Освенцима Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двадцатого января 1942 года Высокопоставленные чиновники нацистской партии и правительство Германии встретились на вилле на окраине Берлина На берегу озера Ван Зее Чтобы принять окончательное решение И обсудить техническую и экономическую стороны Организации уничтожения европейских евреев Этот план строго засекречен И приказы отдаются устно Не существует ни одного документа Подписанного Гитлером С приказом об уничтожении Это совещание, известное как Ванзейская конференция, длится менее двух часов Адольф Эйхман в общих чертах Составляет протокол активации административного процесса Направленного на сбор и транспортировку на восток Всех европейских евреев Возражений от участников не поступает Депортация такого масштаба Требует взаимодействия разных ветвей Немецкой администрации Министерство иностранных дел Ведет переговоры с союзниками Рейха О выдаче им граждан-евреев Полиция, усиленная местными сочувствующими На оккупированных территориях Проводит аресты евреев Во всех европейских странах Оккупированных Германией Министерство транспорта Составляет расписание поездов Которые будут доставлять евреев В лагеря уничтожения Депортация евреев Оккупированной Европы Это отлаженный механизм Поезда отправляются в Освенцим Почти ежедневно Доктор Яцекла Чандра Заместитель директора отдела исследований Мемориала Освенца На этом снимке справа Виден хозяин знаменитого альбома Карл Хокер Слева его начальник Комендант лагеря Освенцим Рихард Байер Карл Хокер был заместителем Рихарда Байера Их обоих прислали в Освенцим Из Майданега Находившегося в западной части Оккупированной Польши Рихард Байер Желает воспользоваться опытом Хокера Бывшего управляющим газовыми камерами в Майданеке Где коллеги высоко его ценили С учетом этого опыта В обязанности помощника коменданта лагеря Входит обеспечение планомерного уничтожения Евреи Австро-Венгерской империи Были одной из наиболее процветающих диаспоров в Европе И имели большое влияние на интеллектуальную и политическую сферу жизни На этой территории проживал миллион евреев В Венгрии, как везде в империи, до 1918 года Евреи переживали период практически полного спокойствия Распад империи положил конец этой идиллии Регента Милоша Хорти, ставшего правителем Венгрии в 1920 году Воспринимали как оплот против экстремистов В 1942 году Гитлер начинает давить на венгерские власти Требуя выдачи евреев Германии 15 марта 1944 года Гитлер вызывает Хорти и предлагает тому выбор Оккупация Венгрии вермахтом или первая отправка 100 тысяч евреев Хорти, чей сын был заложником у Гитлера, подписывает приказ о депортации А 19 марта 1944 года немецкие войска оккупировали Венгрию В тот же день Адольф Эйхман прибыл в Будапешт в сопровождении особого отряда захвата Адольф Эйхман, состоявшего из десятка человек В вечер их прибытия Эйхман и его группа Пригласили на встречу руководителей еврейской общины В которой насчитывалось более 400 тысяч членов ССовцы были вежливы Арестов не будет, евреям нечего опасаться Эйхман добавляет, что не допустит никакой жестокости по отношению к евреям И желает быть осведомленным о любых неприятных инцидентах Им сообщают, что следует провести инвентаризацию имущества общины Эйхман даже настаивает на посещении синагоги, еврейского музея и библиотеки при нем Успокойные руководители еврейской общины обращаются к людям Вы должны понять, что жизнь каждого из нас и существование общины Зависят от тщательного выполнения этих инструкций В начале мая немецкие военно-транспортные специалисты И верхушка венгерской жандармерии собираются на конференцию На повестке дня единственный вопрос Скорейшее уничтожение венгерских евреев В два дня, 4 и 5 мая 1944 года План этой операции окончательно сформирован Четыре отправки ежедневно Мощные локомотивы способны тянуть за собой 45 вагонов С тремя тысячами евреев в каждом поезде Немцы предоставляют составы, венгры, силы жандармерии Обеспечивающие погрузку депортированных Все готово для массовых убийств Когда началось уничтожение венгерских евреев Комендантом гарнизона Эсессо в Освенциме был Рудольф Гесс На этой фотографии за спиной Гесса слева стоит Рихард Байер Тогдашний комендант Освенцима А справа его заместитель Карл Хекер Эсессовские начальники были явно в курсе того, что скоро начнут прибывать многочисленные составы И приказали построить новую платформу на территории лагеря Биркенау До этого платформы находились в полутора километрах от лагеря Однажды ночью к нам пришел сосед Лили Якоб И сказал, что он только что с собрания Нас собираются переселить Мы едем в Польшу То ночь мы с мамой не ложились На следующий день сказали, что нам разрешается взять с собой 50 килограммов еды и одежды И что нас переселяют куда-то в Польшу Всех евреев 26 мая 1944 года на совещании Генералитета и высшего командования Гитлер объявляет Евреи – это чужеродное явление в нашем обществе От них необходимо избавиться, даже если кто-то не понимает, почему это должно быть сделано так жестоко и беспощадно Того же 26 мая состав Лили Якоб прибывает в Освенцим Ей 18 лет Мы выехали, кажется, в воскресенье утром А прибыли во вторник утром Мы не знали, куда едем Старики умирали Маленькие дети кричали Да, человек 20 умерли в поезде, пока мы добрались до Освенцима Мы не знали, что нас ждет дальше По прибытии этого состава фотографы, видимо, двое, работают на платформе Иногда забираясь на крыши вагонов, чтобы получить удачный вид всей сцены Они снимают депортированных Мужчин, женщин, детей и стариков На многих снимках видны на заднем плане трубы крематориев Они запрыгивали в вагоны Открывали двери И приказывали нам выходить как можно скорее Хоть прыгать вниз, как угодно, но выйти из поезда А мы были рады выбраться на свежий воздух И мы вышли из поезда И тут на нас стали кричать Мужчины Маленькие дети Идут налево Матери с детьми Направо Вдруг, неожиданно, началась сортировка Они побежали А он стал кричать Орать на нас Один из немецких солдат Мы слишком медленно прыгали Там была огромная толпа людей Даже идти в ней было невозможно Все толкались И тут вдруг я вижу маму Я увидела Как он вышел вперед, этот немец, занимавшийся сортировкой Он подбежал ко мне Потому что заметил, что я бегу обратно к матери И он избил меня И толкнул И ударил штыком Вот сюда У меня пошла кровь Потому что он ранил меня штыком Вот сюда, в правую руку И я подняла голову И увидела маму Уходившую вместе с моими младшими братьями Вот и все Из дневника офицера СС Рихарда Бека Весной 44-го года Прибытие венгерских евреев Стало пиком Кульминацией истории Освенцима Длинные составы ходили туда и обратно Между лагерем и Венгрией Каждый день прибывало по 10 тысяч депортированных Их нужно было уничтожать немедленно Три новые линии путей протянулись к новому крематорию И появилась возможность разгружать один состав Пока другой подходил к станции Люди из СС окружали длинный поезд на платформе И выгоняли всех наружу Сначала отделяли мужей от жен На платформе воцарялось смятение Затем врач из СС отбирал тех, кто был годен к работам У нас было два врача, осматривавших каждый состав заключенных Мы прогоняли их мимо одного из врачей А тот решал, осматривая строй Не говоря ни слова, указывал стеком Этого направо, этого налево Тех, кого признавали годными, отправляли в лагерь Остальных посылали прямо в здание для уничтожения Маленьких детей всегда отделяли Они шли в одну сторону вместе со стариками Разделение семей, разлучение мужчин и женщин с детьми Вызывало большой беспорядок во всей партии Люди цеплялись друг за друга Тех, кто был отобран, но отказывался идти Кто хотел остаться вместе с близкими Тоже отправляли на ту сторону Девушки отдыхают Нам приказали немедленно снять одежду, потому что мы должны были принять душ, но обратно ее так и не вернули. Мужчины обрили нам головы, и везде, где только были волосы, они нас брили. Потом принесли такой большой бак, вроде мусорного. Там был так называемый суп, но это был не суп, ничего похожего. Но нам все годилось, мы были такие усталые после этой поездки. Нас отвели в барак, но там ничего не было, только грязь. И что нам оставалось делать? Мы спали в этой грязи. Из дневника офицера СС Рихарда Бёка. Мы вызвели непроницаемую ограду вокруг крематория, заблокировав все тропки и дороги, ведущие к нему. Никому из солдат и офицеров не было дано право заходить за эту линию. Люди выгружались из вагонов для скота, не зная о своей судьбе. Шли по платформе вдоль железнодорожных путей. Проходы в лагере были запружены бесконечными колоннами новых заключенных. Две широкие двери к крематорию медленно открывались. На табличках значилась дезинфекция, а безобидный вид маленьких домиков успокаивал депортированных. Их сопровождали туда, где, как они думали, их ждали душевые. Колонна в 300-400 человек входила во двор. Они должны были пройти несколько сотен метров, отделявших их от душевых. Сначала заходили женщины с детьми, затем мужчины. Все происходило спокойно. Их заталкивали внутрь, они набивались битком, и тогда начиналась паника. Они понимали, что их ждет, но несколько ударов дубинкой восстанавливали порядок, и, наконец, все входили в камеру. Два заброшенных домика были переделаны в газовые камеры. Два домика, чистые и миленькие, разделенные рощицей посреди чудесного ландшафта. Их покрасили ослепительно белой краской. Крыши были крыты тростником, а вокруг домиков росли плодовые деревья. Только самый внимательный наблюдатель мог заметить, что в домиках не было окон, и что двери были удивительно прочные, снабженные герметичной резиновой окантовкой, и запирались на засовы. Там, где когда-то стоял лес Биркенау, была табличка с надписью «Дезинфекция». Кто-то сказал, «Смотрите, теперь ведут детей». Звучал резкий приказ. Людям СС и спецкоманде покинуть помещение. Они выходили и проверяли, все ли на месте. Двери закрывались, а свет гасили снаружи. СС-овец залезал на крышу. Надев противогаз, он снимал крышку дымохода, открывал коробку и высыпал внутрь ее содержимое — циклон Б. При контакте с воздухом он образовывал газ, который наполнял помещение, набитое депортированными. Сначала мы слышали разговоры. Затем крики и шум бежавших к дверям. Но двери выдерживали. Были слышны ужасающие крики. Но несколько мгновений спустя наступала полная тишина. Через замочную скважину мы видели, что никто больше не шевелился. Через полчаса после подачи газа мы включали вентиляцию. Жар ослабевал, тела загружали на вагонетку. Следующая партия уже раздевалась в большом помещении. После увиденного я четыре недели не мог смотреть на жену. Из дневника офицера СС Рихарда Бёка. Из дневника Рудольфа Гесса коменданта Освенцима. По должности я обязан был присутствовать при всей операции. Я видел все происходившее внутри через люк в газовой камере. Днем и ночью я должен был находиться там, пока вытаскивали трупы, обрезали им волосы, сжигали их, вырывали золотые зубы. Затем их увозили. Печи были уже разожжены. В зависимости от размеров тел можно было закладывать по три сразу. Когда кремация была в полном разгаре, мы ведрами собирали жир, стекавший на пол, и лили его обратно в огонь, чтобы ускорить процесс. Мы могли сжечь до 10 тысяч трупов. Сожжение продолжалось непрерывно, днем и ночью. Чудовищный запах горящих тел ощущался по всему лагерю. Ночью небо над Освенцимом рдело красными отцветами. Вычищая желоба, мы разбивали спекшийся пепел о цементный блок, а заключенные растирали останки тел в порошок деревянными катками. Потом пепел увозили в грузовиках и сбрасывали в озеро. Из дневника Рудольфа Гесса, коменданта Освенцима. Доктор Лаченко. В альбоме Карла Хюкера есть несколько десятков фотографий, сделанных в летнем домике Соло-Хютте. СС-овцы ездили туда отдыхать на два-три дня. Петр Сеткевич, директор отдела мемориала Освенцим. Насколько нам известно, неподалеку от других концентрационных лагерей не было курортных мест. Думаю, Освенцим был уникален. На серии снимков запечатлено все эсэсовское начальство Освенцима в одном месте в один день на этом курорте. Некоторые эсэсовцы были направлены туда за отличную службу, за хорошее выполнение обязанностей. Летом они ходили гулять, собирали грибы, ягоды, купались в реке или загорали, как здесь. На некоторых снимках есть женщины с детьми. Это жены эсэсовцев. А еще эти девушки, работавшие на вспомогательных должностях в лагере. На этом фото женщины, которых нанимали в помощь эсэс. на некоторых фотографиях, на их блузках, можно видеть характерный значок эсэс. Карл Хокер называл их эсэс Мэйден, то есть девушки эсэс, когда подписывал этот альбом. Эсэс Мэйден, девчонки эсэс, они работали телеграфистками и телефонистками на лагерной станции. Большая часть или даже вся информация из лагеря зашифровывалась. Ключевые слова заменялись эвфемизмами. Уничтожением это не называлось. Они никогда не говорили напрямую о том, что происходило в Освенциме. На этой фотографии Рихард Байер. В середине Йозеф Менгеле, главврач Освенцима, а справа Рудольф Гесс. Автобус, который отвозил их в Солахютте, отправлялся в Освенцим рано утром, чтобы они успели на утреннюю поверку. После приятных выходных люди должны были ехать этим автобусом обратно в 4 утра в понедельник, чтобы начать работу на рассвете и выполнить свои обязанности. автобусом до Аушвиц, по то, чтобы уже от Аушвиц. Доктор Менгеле, которого мы только что видели на фотографии, должен был стоять на платформе Освенцима каждое утро на рассвете. Все врачи и эсэсовцы фактически принимали участие в этих сортировках и убийствах. Нас будили около 4-х, 4-х 30-ти утра, чтобы пересчитать, как будто мы могли сбежать. Мы должны были стоять по 4-е или 5-е в ряду. Потом нас распределяли на работы. меня выбрали с двумя другими девушками чистить туалеты, тащить телегу в поле, опорожнять и снова обратно. Такое у нас было задание. На мне было платье, которое мне там выдали, то, что на фотографии. Я не мылась уже 2 месяца. Так я в конце концов заболела тихом. Сколько мы можем так жить? Как долго мы так проживем? Шансы на выживание были очень малы. Депортация венгерских евреев, начавшаяся 15 мая 1944 года, продолжалась ежедневно до 8 июля. менее чем за 2 месяца 145 составами 430 тысяч венгерских евреев были депортированы в лагерь Освенцим. Большинство погибло в газовых камерах в первые часы после прибытия. 24 тысячи из них были убиты за один день. Дневник Рудольфа Гесса, коменданта Освенцима. У моей семьи было все. Любой каприз моей жены или детей мгновенно удовлетворялся заключенными, которые делали все, чтобы нам угодить. Моя жена ухаживала за своим цветочным раем. Дети играли сколько захочется. Летом они плескались в прудике, в саду или в речке Соли. Больше всего они любили, когда я ходил с ними купаться. Но у меня было мало времени играть с ними. Я всю жизнь посвящал службе. Частенько жена корила меня, не думай все время о работе, подумай о нас. В начале июля 44-го года еврейская община в Будапеште осталась в Венгрии единственной. Опасая союзников, грозивших судом за преступления против человечества, 7-го июля Хорти приказал прекратить депортацию. В августе немцы арестовали его и учредили новое правительство. Новый премьер-министр решил отозвать приказ своего предшественника и депортировать 200 тысяч евреев из Будапешта. Их заставили идти пешком через весь город с поднятыми руками два дня, а затем отправили под венгерским конвоем к австрийской границе. Тысячи умерли от изнеможения, голода и холода или были В 1944 году темпы уничтожения в Освенциме увеличились, но этот год стал и началом конца нацистов. В ноябре 1944-го фронт подошел ближе. Перед лицом наступления советских войск Гиммлер приказывает прекратить массовые убийства и начинается операция сокрытия следов уничтожения. Я пробыла там до 16 декабря. А потом утром нас посадили в поезд. Мы работали в Штутгарте на фабрике боеприпасов. Там была охранница немка. У меня был жар, я бредила. она села рядом со мной и стала напевать про себя песню. села. Я помню, хотя и бредила. Я запомнила эту песню и помню ее до сих пор. Рихард Байер и Карл Хюкер должны были организовать эвакуацию лагеря. 18 января в нем не осталось ни одного из его немецких обитателей, а те заключенные, кто мог ходить, отправились в марши смерти по разным концлагерям. Как адъютант коменданта, Карл Хюкер остается в Освенцами до эвакуации, а затем его переводят в лагерь Дора с Рихардом Байером. Эти двое командуют лагерем до прихода союзных войск. Лили Якоб тоже отправляется в лагерь Дора. Нас посадили в поезд. Мы прибыли в Дору, куда сгоняли всех евреев. Шел уже конец войны, и нас оставили. Трех больных девушек с тифом, с температурой. Вдруг мы услышали шум. Прибежали заключенные и сказали «Держитесь, вы слышали шум там в долине? Пришли американцы, вас освободили». Это был радостный для нас день. Меня взяли на руки и отнесли в немецкий барак. Положили на кровать. А был апрель, на мне было только тонкое платье и вши. Мне сказали «Больше не о чем волноваться». Нас освободили. Я нашла альбом в пустом немецком бараке в день освобождения. Она открывает его и видит на первой странице фотографию Равина Вайс из ее родного городка Билки, который поженил ее родителей. Потом на других снимках, сделанных в момент их прибытия в Освенцем она узнает двух своих младших братьев. Потом себя. В первом ряду женщин с обритыми головами. Он лежал в тумбочке рядом с кроватью, куда меня положили заключенные. и когда они пришли за мной, я сказала, смотрите, я нашла альбом из Освенцема о том, что было за полгода до того и за сотни километров оттуда. В нем было около двухсот вклеенных фотографий, снимков людей, с которыми с которыми я выросла. Это были мои друзья, родственники. Тот день, когда я нашла альбом, один американец, он был военный в каком-то высоком звании, сказал мне, «Знаешь, к тебе попала вещь огромной важности, она очень нам нужна». Он говорил об альбоме, «Мы бы очень хотели, чтобы ты нам его отдала. скоро начнутся судебные процессы, и альбом нам понадобится как доказательство». Я сказала, «Я его не отдам. Если я не могу сама туда поехать вместе с альбомом, то я его не отдам». Карл Хёкер удается покинуть лагерь Дора до прибытия американцев. Арестованный британцами при попытке к бегству, Хёкер, благодаря фальшивым документам, остается неузнанным. Не имея понятия о его роли в Майданике, и о свенцами англичане отпускают его. Судя по всему, в этот момент он и избавляется от альбома, ставшего обузой. Он возвращается домой к жене и двум детям и работе кассира в банке. По освобожденной Европе курсировали поезда с выжившими. В одном из таких поездов я внезапно увидела друга. «Что ты здесь делаешь?» Я сказала, «Ничего, я скоро поеду домой». Вылечившись от Тифа, Лили возвращается в свой городок Билки вместе с альбомом. Не находит никого, ни родителей, ни соседей, только друга детства Макса Зелмановича, за которого выходит замуж в ноябре 1945-го. Я сказала себе, «Когда-нибудь я уеду в Америку». На это не было денег. Мне сказали, что есть молодой человек, который помогает беженцам. Я пошла к нему и сказала, «Вы можете нам помочь?» Я говорю, «Мы хотим поехать в Америку, но нам нужны деньги на восстановление паспортов». Он отвечает, «У нас нет денег на помощь вам». Я говорю, «Погодите, у меня есть кое-что, может это поможет попасть в Америку». Поехала домой на автобусе и вернулась с альбомом. И сказала, «Это снова я. Может быть, вы знаете кого-нибудь, кто мог бы нам помочь?» «А вы хотите продать альбом?» Я говорю, «Нет, я его не продам. Он останется у меня. Там моя родня, а это единственные снимки, которые у меня есть». Тогда он взял трубку, позвонил в Прагу в еврейский музей и сказал, «Тут есть женщина, у которой есть нечто такое, чего я никогда не видел, но ей нужно 50 долларов на восстановление паспорта. Высылаем деньги немедленно, если это вправду, то, что вы говорите, альбом из Освенцева». Этот альбом помог нам перебраться в Америку. Я его не продала. Хранила у себя, а когда родилась моя дочь Эстер, этот альбом лежал у нее в коляске под матрасом. В обмен на копии фотографий из альбома, поскольку она отказывалась расстаться с оригиналами, Пражский еврейский музей дал ей необходимую сумму, чтобы она, ее муж и ребенок эмигрировали в Соединенные Штаты, в Майами. В начале 60-х почти 500 тысяч человек уже посетили Освенцим, где были убиты более миллиона евреев. За исключением газовых камер и крематория, взорванных нацистами перед бегством, все сохранилось в целости. Сторожевые вышки, бесконечные ограды из колючей проволоки и виселица, где был повешен Рудольф Гесс. Он был схвачен британской военной полицией, в марте 46-го года. Его выдал собственный сын. В мае 1960-го Адольф Эйхман, организатор уничтожения евреев, которому помогли исчезнуть в конце войны, был похищен тайными агентами израильской разведки в Буэнос-Айресе. Израиль хотел, чтобы суд над ним стал событием международного масштаба. Во время суда над Эйхманом многочисленные копии из альбома Лили стали доказательствами предъявленных обвинений. На Ванзейской конференции. Ванзейская конференция. Ванзейская конференция. Мне было приказано отчитаться Гейдриху. Он сказал, фюрер отдал приказ об уничтожении, физическом уничтожении евреев. Что вы обсуждали? Разные способы умершвления. Способы умершвления? Да. Вы говорили моим коллегам, что рассматривались разные способы. Да. Мы обсуждали убийство, казнь и массовое уничтожение. отравление газом обсуждалось? Нет, газом нет. Гейдрих подчеркнул, что протокол нужно отредактировать. Изменил некоторые пункты и больше мы об этом не говорили. Меня пригласили выпить бокал коньяку или два, или три. Когда вы издали приказ о депортации, каков был пункт назначения для депортированных? Лагеря смерти. Вы скажете это сами? Если вы не хотите ничего скрывать, так и скажите. Моя работа состояла в урегулировании транспортных вопросов, чтобы соблюдались расписания и квоты. Составы, о которых вы говорили, шли на уничтожение. Не так ли? Это неверно. Неверно? Есть транспортировка и уничтожение. Я не могу сказать точно, потому что изначально не было предусмотрено, что эти составы отправятся на уничтожение. Вы видели Гесса за работой в Освенциме. Вы считали его преступником, убийцей? Мне было его жаль. Вы считали его преступником? Да или нет? Мои чувства – это мое личное дело. В 1961 году под впечатлением от результатов суда над Эйхманом франкфуртский прокурор начинает судебное преследование немцев, участвовавших в уничтожении европейских евреев. Впервые немцев будут судить сами немцы. Многие из обвиняемых совершали преступления в Освенциме, но большинство еще на свободе или только что арестованы. Их обвиняют в активном участии в реализации плана «Окончательное решение еврейского вопроса». В октябре 1963 года во Франкфурте проходит суд над 24 офицерами СС из лагеря Освенцим. Рихарда Байера нет. Он был арестован в 1960 году, но умер в тюрьме за месяц до суда. Пэрри Бродд принимал участие в сортировке евреев, прибывавших в лагерь, заведовал транспортировкой депортированных в газовые камеры и принимал участие в казнях. В мае 1945 он был схвачен британцами, выпустившими его в 1947-м. Его описывают как музыканта и интеллектуала. Он вел дневник. Виктор Капезиус, офицер СС, фармацевт Освенцима, работал на отборе на платформе вместе с Менгеле. Многие свидетели, особенно из венгерских эшелонов, опознали его на процессе как человека, кравшего ценные вещи с убитых газом жертв. Ойман англичанами выпущен ими в июне 1946-го. Впоследствии открыл собственную аптеку, затем салон красоты. Освальд Кадук, мясник, работавший на бойне до направления в Освенцим в 1942-м году. В феврале 1943-го он единственный принимал решение об отправке в газовые камеры. В 1946-м был арестован после того, как бывший узник Освенцима опознал его. Приговорен к 25-ти годам тюремного заключения в марте 1947-го. Отпущен на свободу в апреле 1956-го года. Йозеф Клярн. Его отряд отвечал за распоряжение. Восстание циклона в газовых камерах. Нередко сам распылял газ и присутствовал при сожжении тел. Арестован американцами в мае 1945-го, вышел на свободу в марте 1948-го. Вильгельм Богер имел прозвище «Дьявол Биркенауза» «Жестокость». Один из видов пытки назывался «Качели Богера». Арестован в июне 1945-го американской военной полицией, должен был быть выдан Польше, но бежал. Другие обвиняемые – Вилли Франк, стоматолог. В Освенциме возглавлял отряд, переплавлявший золотые зубы, вырванные у жертв. Пойман американцами, отпущен на свободу в 1947-м. Эмиль Хантр прошел обучение как командир расстрельной группы СС, участвовал в отборе заключенных и сопровождал их в газовые камеры. Схвачен американскими войсками, отпущен три недели спустя, так как ему удалось скрыть свою деятельность в Освенциме. Франц Лукас, врач в лагере Освенцим с декабря 1943-го до июля 1944-го года, принимал заключенных и затем надзирал за их уничтожением при помощи газа «Циклон-Б». Франц Йохан Хоффман надзирал за отравлениями газом. В декабре 1961-го года Мюнхенский уголовный суд приговорил его к пожизненному заключению. Через пять месяцев, в мае 1962-го года, был освобожден, так как его приговор был признан исполненным. Стефан Борецкий активно участвовал в отборе заключенных и сопровождал жертвы в газовые камеры. В мае 1945-го схвачен советскими войсками и отпущен в августе того же года. Эсэсовец Борецкий был опознан по копии фотографий, сделанной во время прибытия в Освенцем состава из Венгрии и арестован. Директор Центра расследований нацистских преступлений Симон Визенталь обратил внимание суда на то, что этот снимок из альбома с фотографиями эсэсовцев, присутствовавших при доставке венгерских евреев. Он сообщил суду о существовании владелица альбома, некой миссис Зелманович урожденный Якоб, официантки, замужней, проживающей в Майами. Ему кто-то сказал, если тебе нужен свидетель, вызови ее, она все знает, у нее еще мозги работают. И однажды он пришел в ресторан и попросил позвать меня. Я тогда о нем ничего не слышала. А он увидел альбом и спросил, как вы можете жить с этим? А я говорю, знаете, мистер Визентель, я бы не смогла жить без этого. Мне звонили, писали письма из Германии. Один человек сказал, что его зовут доктор Хоффмайер. Он судья на процессе, и ему очень нужно, чтобы я приехала, потому что я единственная, кто может доказать, что произошло. Вы не хотите нам помочь? Я ответила, у меня больше нет сил проходить через пережитые еще раз. Он сказал, мы постараемся вас щадить, только, пожалуйста, приезжайте. Все утверждают, что свидетели сумасшедшие, поэтому не понимают, что говорят, или, возможно, они лгут. А у вас есть важное доказательство, и вы не хотите приехать? Я была изрядно на взводе. Тот, кого я действительно презирала и презираю по сей день, это тот, кто оторвал меня от мамы. А его судили во Франкфурте. Я поклялась себе, что больше ноги моей не будет в Германии. Но этот судья позвонил мне, позвал на заседание по Освенциму. И я все-таки решила ехать. 3 декабря 1964 года Лили приезжает из Соединенных Штатов, чтобы дать показания против палачей из Освенцима с альбомом. Адвокатам обвиняемых удается наложить запрет на видеозапись процесса за исключением нескольких кадров перед началом слушания. От свидетельских показаний осталось лишь несколько аудиозаписей. Мадам, как ваше имя? Лили. Лили Зелманович. А ваша девичья фамилия? Якоб. Якоб. Вы состоите в каком-либо родстве с обвиняемым? Нет. Это был просто ад. Человек, которого я могла бы убить собственными руками. Он тоже там был. Лукас, который разлучил меня с матерью. Я и сейчас готова убить его. Вы только что сказали, что узнали доктора Лукаса. Пожалуйста, укажите на обвиняемого, которого вы описываете как доктора Лукаса. Я думаю, это вот тот мужчина сзади. Доктор Лукас. Доктор Франц Лукас. Я никогда не забуду это лицо. Госпожа свидетельница, вас здесь называли ключевым свидетелем и говорили, что вы владеете альбомом с фотографиями с изображениями платформы в Асвенцем Биркинау. Эти фотографии должны быть представлены суду. Да. Будьте добры, покажите их нам. Минутку, пожалуйста. Будьте добры, передайте нам эти фотографии. Я дам их, но только пока я здесь. Оставить их вам я не могу. Это единственное, что у меня есть. Госпожа свидетельница, эти фотографии представляют для нас несомненный интерес, поскольку, вероятно, мы сможем узнать членов СС, изображенных на них. Только на этих снимках фигурирует охрана лагеря. Это может указать на местоположение. Можно ли будет оставить эти снимки нам на один... Нет. Нет, нет, нет. Этого вы делать не хотите? Нет. Потому что знаю, насколько они важны не только для меня, но и для всего мира. Среди обвиняемых Карл Хёкер. В 1952 году его приговорили к тюремному заключению на 9 лет, которое он отбыл лишь частично из-за амнистии, принятой в 1954 году. Во время процесса, до ареста, он служил в банке. Господин председатель, уважаемые судьи, когда в мае 1944 года я был переведен в лагерь Асвенцем-1, я представления не имел, что это за место. только позже я узнал, что там творилось и никогда не принимал в этом участие. У меня не было возможности повлиять на события, я не желал их и не способствовал им. Я никогда никому не причинил вреда. Я не несу ответственность за смерть кого бы то ни было в Асвенцеме. Ни одного человека. Хокер заканчивает свою речь с заявлением, что не имел представления о том, что происходило в Асвенцеме, не участвовал в уничтожении жертв и не признает показания выжившего заключенного под присягой подтвердившего, что видел, как тот проводил отбор на платформе. Единственная улика против Хокера, единственное неоспоримое доказательство на этом процессе будет обнаружено лишь 40 лет спустя. Альбом лейтенанта Карла Хокера. Более сотни его фотографий на местах преступления. Иохим Кёглер. Один из ответчиков, пытавшихся объяснить председателю суда ситуацию в лагере, рассказал такую историю. Сын одной из ССовых любил приходить в лагерь поиграть. А на груди у него висел плакат. «Я сын члена СС. Такое-то и такое-то». И это делалось, как объяснил обвиняемый, чтобы его случайно не отобрали в газовую камеру. Так они развлекались. В Освенциме был охранник из гестапо. Его звали Богер. Он всегда ходил с тростью и говорил иногда «Эй, еврей, сюда, я тебе кое-что скажу». Эта трость всегда была при нем. Ею он избивал евреев. Не знаю, сколько тростей он сломал. Богер осмотрел психиатр и сказал, «Я не нашел у этого человека никаких отклонений». И это самое удивительное, с чем нам довелось столкнуться. ССовцы, служившие в лагере и выполнявшие такую кровавую работу, считали, что ведут нормальную жизнь и остаются обычными людьми, господином Мюллером и господином Майером. Помню, я видел письмо, написанное самим Гиммлером, где говорилось, «Нам не стоит слишком усердствовать в попытках сохранить все это в тайне, потому что если кто-то расскажет, что здесь происходит, люди не поверят». Наступил судный день для служащих Освенцима. 20 месяцев длился самый долгий и тяжкий судебный процесс в истории Германии и сегодня был день вынесения вердикта для 20 охранников и должностных лиц самой большой фабрики смерти. Лишь один признал свою вину. Остальные заявили, что не знали о происходившем в Освенциме, что были просто незначительными и неподатливыми винтиками огромной машины. Кого-то посадили в тюрьму. Немногих. Они еще говорили, что невиновны по-немецки. Нихтшульдик. Нихтшульдик. Процесс длится два года. Обвиняемые признаны виновными в убийстве и массовом умерщвлении людей. Франц Лукас, его приговор отменен в 1969 году, он освобожден в 70-м. Освальд Кадук освобожден в 89-м, умер в возрасте 91-го года. Берри Брод дожил до 1994-го года. Виктор Копейзиус, отпущен на свободу в 68-м, умер в 85-м, в возрасте 78-ми лет. Клаус Дулевский отбывал наказание с 64-го по 68-й, затем освобожден. Эмиль Хантль отбывал наказание с мая 61-го, освобожден 19-го августа 65-го. Умер в 84-м году, в возрасте 82-х лет. Ганс Штарк, о ком глава зондеркоманды Филипп Мюллер писал, «Никогда не забуду этого наслаждения насилием, удовольствие, которое получал 20-летний юноша, причиняя страдания другим. Освобожден в 68-м, умер в 91-м, в возрасте 70-ти лет». Стефан Борецкий, единственный, кто признал себя виновным, совершил самоубийство в тюрьме в 88-м. Артур Брейтвайзер, первый, кто опробовал циклон Б на жертвах, оправдан. Это было тяжело. Очень-очень тяжело. Но я рада, что поехала. Сказать, что я их ненавижу? Нет. Я их не ненавижу. Им жить с этим до конца своих дней. За участие и пособничество более тысячи убийств Карл Хёкер, за неимением доказательств, получил легкое наказание. Семь лет тюрьмы. Он отбыл пять, затем был выпущен в 70-м году. Он вернулся к работе в том же банке и умер в 2000-м году в возрасте 89-ти лет. С альбомом под мышкой Лили Якоб возвращается в Майами, где снова работает официант. Десять лет спустя умирает ее муж. Время от времени кто-нибудь из немногих оставшихся в живых после депортации венгерских евреев приезжает в Майами в надежде узнать на фотографиях кого-нибудь в путь из своей уничтоженной семьи. Если это удается, Лили делает им копии снимков из альбома. В 80-м году Серж Кларсфельд убеждает Лили расстаться с альбомом и передать его в музей Холокоста «Яд в Ашем» в Иерусалиме. Лили Якоб Зелманович умирает 17 декабря 1999 года. Фильм Уильяма Карелла и Блан Шфингер при участии Фабриса Далмейды Продюсеры Агнес Викарьё Карина Сиахмед Оператор Франсуа Ремон Композитор Матье Лангле Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК «Культура». Культура Корректор А.Кулакова